В эфире канал России итоговая информационная программа событий недели в студии Ашемес Пхешхов. Доброе утро. Сегодня строители отмечают профессиональный праздник. Строители и ветеранов важной отрасли праздновляет глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов. Ни одна культура не обошлась без мастерства зодчих. Наша республика по праву гордится памятниками древней архитектуры, храмами, башнями, уникальными жилыми постройками, которые привлекают внимание не только туристов, но и мирового научного сообщества. Сегодня труд строителей по-прежнему почетен. Благодаря вам республика день ото дня становится благоустроенней. Активно участвует в реализации национальных проектов, федеральных программ. Реализует региональные. Благодаря труду строителей разных поколений меняется облик наших населенных пунктов. Более полувека без ремонта к концу 2021 года здание сельского домокультуры станицы Кардоникской вновь вдохнет новую жизнь. Сейчас над этим работают специалисты, перед которыми стоит задача привести здание в современное состояние, а также максимально сохранить первозданный архитектурный облик самого крупного сельского клуба в Карачао-Черкесии. С рабочим визитом объект посетила делегация, в состав которой вошли представители правительства и депутаты. Александра Коваленко продолжит тему. Впервые здание нового ДК для станичников распахнуло двери в 1960 году. Труды архитекторов, которые успешно материализовали прообраз идеального дворца культуры, стал визитной карточкой сельского клуба. Радует фасад здания глаз прохожих и по сей день. Делалось, как говорится, на века. В проектно-сметной документации реконструкции Дома культуры Станицы Кордоникской прописано, что вся гипсовая лепнина и колонны должны быть сохранены. А вот все остальное придется заменить или отремонтировать. У нас есть народный хор «Моричка», который здесь занимается. У нас есть детские хоры, которые занимаются пением. У нас есть танцы. То есть мы не могли этим последние 10-12 лет занимались, потому что потолок обвис, крыша протекала. Мы не могли людей пустить в здание из-за аварийности. Глава Кордоникского сельского поселения Анатолий Баганцев показывает кураторам отголоски выпавших осадков на потолке актового зала. Этот зал будет служить и кинотеатром, поясняет Анатолий Николаевич. Но этот вопрос уже разрешен. Над зданием теперь двускатная новая крыша. В постройке 60-х годов, общая площадь которого составляет 1739 квадратных метров, не было предусмотрено ни санузлов, ни отопления, ни воды. Но несмотря ни на что, сельский клуб всегда был излюбленным местом станичников. Он был востребован и очень сильно я вырос в этой станице. Ходил сюда, в кино, в этот дом культуры, кинотеатр. К этому дню уже все коммуникации подведены. Особое внимание уделят системам безопасности. Это вентиляционная и пожарная. Также старые сгнившие окна уже заменили на новые пластиковые. Утеплили здесь и полы. Мы посмотрели, пообщались с работниками, с заместителем директора дома культуры. Нам все компетентно изложили, грамотно. То есть мы уверены, что все будет выполнено в те сроки, которые были обозначены в проектной документации. И стар, и млад ждут, когда заработает дворец культуры. Кто-то вспомнит молодость, посещая концерты и кинотеатр. А молодежь займет себя танцами, пением и спортом. Для кордоника очень значима реконструкция ДК, потому что мы все этого ждем с нетерпением. Нам хочется праздновать выпускные, концерты. Это все так ново для нас. Мы привыкли, что у нас маленькая сцена. А так у нас будет оснащенная сцена. Со всем оборудованием. Где много места, где мы можем все поместиться. Детички будут ходить, как раньше ходили. На мультфильмы будут водить есть куда-то. Да и так прийти, сами можно прийти и посмотреть. Какой-то фильм интересный будет. Пустое здание почему должно стоять? Должно существовать, работать, должно все функционировать. Хорошо и весело было. Коснется этого здания и федеральная программа «Доступная среда». Для маломобильных граждан здесь установят пандусы. А полностью реконструкцию планируют завершить в декабре 2021 года. Александра Коваленко, Алибастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Зеленчукский район. На этой неделе в Москве глава республики Рашид Тимрезов встретился с генеральным директором по АУРУС Гидро Николаем Шульгиновым. Стороны обсудили ход строительства малых ГЭС, которые будут вводиться в 2021 и 2022 годах. В следующем году компания планирует развернуть строительство Куршавской малой ГЭС в районе поселка Ударный. Также согласован план инвестиционных мероприятий по улучшению водоснабжения в населенных пунктах, находящихся в зоне строящихся объектов РУС Гидро в Усть-Джигутинском и Карачаевском районах. Рашид Тимрезов выразил благодарность всей команде компании за системный и комплексный подход к развитию гидроэнергетики, а также за участие в жизни республики. Работы по реконструкции стадиона «Саулук» в Карачаевске уже начались. Напомним, что недавно его посетил глава республики Рашид Тимрезов и поручил начать ремонт. С самого утра на его территории работают строительные бригады и техника. Администрация города совместно с Министерствами спорта и строительства провели совещание, на котором обсуждали все нюансы предстоящих работ. С подробностями Аслан Гирюгов. С самого утра на территории стадиона довольно шумно. Но это не от соревнований и состязаний, а от строительных машин. Работы по реконструкции начались практически сразу после указа главы республики. На протяжении многих лет на территории стадиона не было ремонта. А ведь когда-то «Саулук» являлся площадкой для многих спортивных мероприятий, как городского, так и республиканского масштаба. Помимо этого, во время учебного года для студентов здесь проходят пары по физической культуре. На данный момент строители снимают старый слой асфальта и бордюры. Скоро их заменят на новые. Но все это лишь приготовление глобальным переменам в жизни стадиона. Реконструкция была необходима. Почему? Потому что этот стадион уже просуществовал большое количество времени без капитального ремонта, без реконструкции. На сегодняшний день здесь все обвешало. Начиная от трибун, заканчивая самим футбольным полем, легкоатлетическим ядром. Это необходимо делать для дальнейшей деятельности на этом поле, на этом стадионе. Город Карачаевский спортивный город. Здесь большое количество людей, которые занимаются физической культурой, спортом. Хотя и постоянно пополняется копилка инфраструктуры спортивной. Также на территории стадиона прошло совещание, участниками которого были представители Министерства строительства и спорта республики, а также администрация города во главе с мэром Карачаевской Аликом Динаевым. Поднималось большое количество проблем и вопросов. Одной из первых задач стало освещение стадиона и футбольного поля, чтобы в будущем люди могли играть в темное время суток со всеми удобствами и комфортом. Здесь по освещению проблемы. То есть на сегодняшний день освещения практически отсутствует. Вечером темнота здесь. То есть принято решение о установке дополнительных матчей. То есть чтобы в принципе по концовке, в конце мы будем видеть, что и ночью будет возможность здесь не только прогуливаться, ну и играть в футбол, просто бегать там, в общем заниматься какими-то видами спорта даже ночью. Вот далее в смысле у нас была проблема с дорожным, то есть покрытием именно. Сейчас мы проводим реконструкцию, то есть демонтаж, демонтаж асфальтно-бетонного покрытия, тех же бордюров, тех же дорожек. Помимо этого обсудили состояние трибун. Кемал Каракотов отметил, что экспертиза подтвердила их пригодность для реконструкции. Трибуны, как и весь стадион, будут облагорожены, а также будут установлены тренажеры и площадка для воркаута. Данный стадион является одним из излюбленных мест города. Его посещают как взрослые, так и дети. И новость о реконструкции радует многих жителей. Пройдет немного времени, и новый стадион с комфортными условиями будет радовать жителей. Аслан Гирюгов, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Мы рады пригласить детей и их родителей в новый детский развлекательный центр, расположенный в ауле Сарытьюз. Отметить детский день рождения, отдохнуть в семейном кругу, провести мероприятия для дошкольных и школьных групп. Все это предлагает вам наш детский развлекательный центр. Ждем вас в ауле Сарытьюз, рядом с Ковровой империей Венера. Звоните. Плюс семь девятьсот двадцать восемь триста девяносто сорок три сорок девять. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. От 150 тысяч скидка 7,5%. Черкеска, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасминэлиттекстиль09». Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор «Зеленчукский». Телефон 8, код 87-878-545-70 и 8-925-711-98-90. Отделом уголовного розыска отдела МВД России по городу Черкесску разыскивается без вести пропавший житель республиканской столицы Филипенко Иван Владимирович, 1975 года рождения. С 26 июля 2020 года родственники утратили с ним связь и по настоящее время местонахождение мужчины неизвестно. Всем, кто обладает информацией о возможном месте нахождения Филипенко Ивана Владимировича, просьба обращаться по телефону 8-928-399-1222 или в любой отдел МВД России и по номеру 02-100-102. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания представляет «Кострома» с 26 по 29 августа. Седьмой Всероссийский фестиваль телерадиопрограмм «Человек и вера». Медиафорум о культурных ценностях и духовных традициях России. Приглашаем к участию журналистов телерадиокомпаний. Подробности на сайте gtrk.defizkostroma.ru Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Отвечайте всегда на звонок своего ребенка и сами не забывайте ему позвонить. У него будет ощущение того, что вы интересуетесь его проблемами, а что вы присутствуете в жизни. Отцовство – твой главный жизненный проект. Узнай больше на портале яродитель.ру Глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов и мэр Черкеска Алексей Паскаев поздравили со 105-м днем рождения ветерана Великой Отечественной войны, кавалера высшей государственной награды республики за заслуги перед Карачаевой Черкесией, почетного гражданина Черкеска Григория Павловича Овсиенко. Подробнее о встрече Мурадженкезов. Встреча быстро приобретает дрожеский характер. Ветеран рад высокому гостю, полон энергии и чувствует себя хорошо. Сердечно поздравляю вас с юбилеем. Мы искренне гордимся вашим поколением, поколением мужественных, сильных духом людей, настоящих героев и созидателей. Вы никогда не боялись трудностей, верили в правое дело, в себя и своих товарищей. Честно служили Отечеству. Желаю вам доброго здоровья и всего моего лучшего. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ну, надо покорить. Ветеран родился в 1915 году в селе Киевка Ставропольского края. В годы Великой Отечественной воевал в составе 102-го стрелкового полка. Участвовал в боях за освобождение многих городов. Замужество и героизм. Григорий Овсиенко награжден орденами и медалями. Вместе с супругой они вырастили и воспитали двоих детей. Сейчас Григорий Павлович всегда в окружении родных и близких. Заботится о четырех внуках и шести правнуках. Принимает самое активное участие в их воспитании. Григорий Овсиенко познакомил Рашида Тимрезова со своими потомками. Самый главный из которых – правнучка Лиза. Ее в шутку прозвали секретарем прадедушки. А это такой небольшой подарок вам сюда домой. Спасибо большое. Она у меня секретарь. Она у меня казначей. Она у меня телефонистка. Она у меня демократный доктор. Вот Лиза какая. А сколько лет Лизе? Снабжение. По возможности, конечно, стараюсь к нашим глубоко уважаемым ветеранам вот так вот приходить. Спасибо, что вы нас сегодня пригласили, приняли вот так радушно. Тем более в кругу своих родных и близких. Глава республики пожелал, чтобы в семейном альбоме Григория Павловича добавлялись новые страницы еще многие годы. Мурат Жантьозов, Вести, Карачаево, Черкесия. Для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, требуется восстановление. Лечение и реабилитация продолжается посредством профессиональной терапии на базе лечебно-реабилитационного центра. Работа медиков направлена на устранение последствий от COVID-19, восстановление утраченных сил и функций организма. Арбина Ламкова продолжит тему. Первоначальная реабилитация переболевших коронавирусной инфекцией на базе лечебно-реабилитационного центра началась с медицинских работников, которые перенесли болезнь в тяжелой форме. Эта инициатива исходила от главного врача учреждения по респитим-резовым. Результаты по их восстановлению в условиях дневного стационара прошли успешно. После под руководством главного врача была разработана специальная программа по реабилитации больных среди населения. Одна из процедур – сеанс в соляной комнате. Этот метод улучшает бронхолегочную проводимость и показан при различных хронических заболеваниях верхних дыхательных путей. Больные сюда ходят с удовольствием, но поскольку нам нужно соблюдать дистанцию, загруженность этой комнаты бывает на один сеанс где-то не более двух-трех человек максимум. В реабилитационном лечебном центре есть все необходимые условия. Это высококвалифицированный персонал и благоустроенные палаты. А для диагностики и лечения больных здесь предусмотрены и кабинет ультразвуковой диагностики и кабинет спирографии. Это один из основных методов исследования в пульмонологии и терапии для оценки функционального состояния легких. Спирография – это метод исследования скорости выдыхаемого воздуха и жизненной емкости легких. Показывает нам функциональную активность бронхолегочной системы. Также в центре предусмотрен кабинет компьютерной томографии, где специалисты проводят необходимый объем исследований. В настоящее время объем работы увеличился, в связи с эпидемией. Наш реабилитационный центр сейчас занимается реабилитацией пусководных больных. Всем этим больным перед госпитализацией мы делаем компьютерную томографию, для того, чтобы уточнить их состояние и решить, какая непосредственная реабилитация им нужна. Продолжительность бесплатного восстановительного лечения в реабилитационном центре длится 14-16 дней. Куличная мощность – 180 мест круглосуточного стационара и 11 дневного. На сегодняшний день здесь проходит реабилитацию около 50 человек. Палаты у нас комфортные. В большинстве случаев, как я сказала, мы кладем туда по одному человеку, по два максимума. На первом этаже в отделении кардиореабилитации у нас проведено 24, было сейчас еще довели 28 точек стационарного кислорода. Привезены баллоны с кислородом. То есть мы можем брать больных тоже, которым нужна кислородная поддержка. Госпитализация больных занимает чуть больше времени, чем это было до эпидемии коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что ужесточились требования как на федеральном уровне, так и на региональном. Для того, чтобы пройти восстановительную реабилитацию, необходимо обратиться к своему участковому врачу. Тот, в свою очередь, направит на врачебную комиссию, которая выдает направление с перечнем результатов обследования. Альбина Ламкова, Робик Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. К вестям обратились жители улицы Подгорная, Карачаевская. Люди жалуются на плохое состояние дорожного полотна и на то, что на протяжении многих лет на их улице не проводилось никаких ремонтных работ. Суть проблемы попытался вникнуть наш корреспондент Ахмат Халкечев. Как утверждают сами жители улицы Подгорная, капитального ремонта у них не было аж с советских времен. Дорожное полотно каждый раз смывает дождевые стоки, которые бурной рекой идут из ущелья вне непогоды. Без кардинальных мер проблему не решить, уверены люди. Необходимо строительство новой системы водоотведения, способной справляться с сильно возросшим в последнее время объемами грунтовых и ливневых вод, резюмируют горожане. Это издевательство полнейшее. Мы как табор цыганский. Цыганам не понравилось, они ушли. А мы не можем уйти. Мы виноваты, что здесь дома поставили. Не учли этот момент, что будет вот такой бесчеловечный. Плохое состояние дороги и непродуманность коммунальной инфраструктуры улицы влекут за собой еще и целый ряд проблем для жителей. Мы писали заявление, чтобы нам поставили мусорные баки. Мы будем выбрасывать мусор и платить. Но ничего не делается. А почему не ставят баки? Потому что нет разворота и водители, которые работают на машине мусорной, они не хотят сюда заезжать. К нам отказываются ехать даже городские экстренные службы, не говоря уже о такси и коммунальщиках сетуют жители. В случае с чего рассчитывать мы можем только на себя и взаимовыручку ближайших соседей. Продолжают они. Скорая не приезжает. Не приезжают, они отказываются. У вас дорога такая, мы не поднимемся. А если вдруг кто-нибудь умрет? Или беременные женщины есть, и то, и другое. Вот ее дом, когда горело, пожарка не поднималась оттуда. Потому что не могла подниматься. Отсюда рукава хотели потянуть, уже дом чуть не сгорел. Человека тещу кровотечения было. С самого верха, это минимум метров 300-400, ее на носилках спускали до скорой помощи вниз. Вот человек, а она огромная, здоровая женщина, у нас всего 4 человека. А посредине целая траншея, водой унесенная, как окоп в войну копать. Как пояснил замначальника управления экономического развития строительства и ЖКХ мэрии Карачаевского городского округа Руслан Башлаев, на данный момент по обращению жителей улицы Подгорная подготовлена проектно-сметная документация, которая уже прошла успешно соответствующую экспертизу. Ремонт дороги запланирован к следующему году. Проектно-сметной документации предусматривается асфальтирование, дренажная система водоотведения. То есть все это предусмотрено. Плюс там есть участок с подпорной стенкой, которая рушится. И подпорную стенку, и дорогу на следующий год, 2021 год, планируется отремонтировать. Проблему знаем. Мы занимаемся своими силами. Карачаевского городского округа не получается. Будем делать заявку в Минстрой КЧР, чтобы выделили субсидию из Дорожного фонда. Как еще поведал нам Руслан Башлаев, в 2019 году наиболее сложную часть подъема улицы укрепляли армированным бетоном. А чтобы хоть как-то облегчить жизнь людей до запланированного в следующем году капитального ремонта, в скором времени по улице Подгорная будут проведены временные облагородительные работы. Ахмат Халкищев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Таков девиз фермера Султана Бобоева из станицы Зеленчукской. И выбрал он его не случайно. Так на долю фермера выпали непростые времена, но он достойно справился со всеми трудностями. Из Зеленчукского района репортаж Ольги Савенко. Сейчас на полях Султана Бобоева пасется около ста коров. Все упитанные, просто красавицы. Основная часть – галчинской породы, хотя есть и сементалы. Их особенность – высокий надуви. По нашим условиям, вот у меня есть, есть которые такие, несколько штук, 8-8 тонн, 9-9 есть. Ну вот сезон, сезон, есть некоторые, дают больше фляги. Это тем более удивительно, что почти все эти красавицы – местного производства. Несколько лет назад Султан Бобоев решил заняться искусственным осеменением, чтобы не покупать дорогостоящих коров за границей. Читал специальную литературу в интернете. Он сегодня верный фермер. Перенимал опыт передовых хозяйств. Коровы Султана Бобоева и чистоту породы сохранили, и к местным условиям лучше приспособлены. А молоко дают вкусное, жирное. Его с удовольствием забирают предприниматели Адыгеи. Молоко нашего фермера можно пить без опаски. Здесь нет никакой брацеллеза, никаких других серьезных заболеваний. Вся территория огорожена, поэтому животные не контортируют с другими. Кроме того, Султан Хамид постоянно делает прививки, сдаёт кровь на анализы. Ну, попробуем. Вкусные, как в детстве. Секрет в особом уходе и рационе. Питается буренки Султана Бобоева по-королевски. У него нет образования агронома, но знает он не меньше специалистов. Постоянно консультируется с ведущими агрономами Краснодарского края. Покупает элитные семена. На его полях растут горох и спорцет, глюцирна и другие полезные травы. Примерно пучок лукового сена и одна веточка спорцета примерно по силе равноценны. Вот здесь в нём есть и белок есть, и жир есть, и масло есть, и есть необходимый крахмал, улеводы. Правда, в этом году урожай на полях фермера оставляет желать лучшего. Жаркое лето, засуха, практически погубили его на корню. Если раньше сено было своё, то теперь придётся покупать его. А это не одна тысяча рублей. Учитывая, что фермер и так платит кредит, а ему ещё как воздух необходимый охладитель молока, кое-какая техника, да и дорогу надо подремонтировать, в этом году настойчивому фермеру придётся совсем не сладко. Выход какой? Что делать будете, если кормов нету? Ну, не знаю, может, государство чем-то поможет. Я ж не один. Это весь район, так, Карачаево-Черкезия, Краснодарский край, так, есть. Государственная поддержка фермы Рубой не помешала. Давно известно, накормят Россию те, кто хочет работать и умеет, и зимой свою любит. Так, как фермер Рубой. Ольга Савенко, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкезия. В Карачаево-Черкесии появится первый в регионе мобильный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, лаборатория безопасности. Данное учреждение будет открыто на базе аграрно-технологического колледжа посёлка Иркин-Шахар Ногайского района. Центр позволит детям уже с юных лет формировать навыки безопасного поведения на дороге. О целях и задачах мобильного центра узнавал Алихан Лепшоков. На сегодняшний день участниками ДТП становятся в большей степени дети. Поэтому необходимо уже с раннего возраста прививать навыки соблюдения правил дорожного движения. Часто наезд на несовершеннолетнего происходит из-за того, что дети выбегают на проезжую часть или же не имеют светоотражающих предметов, когда переходят дорогу в тёмное время суток. Инспектор управления ГИБДД Покарачаева-Черкесии Ибрахим Токов отмечает, что открытие мобильного центра позволит работать с детьми самого разного возраста. С целью профилактики правонарушений и травматизма детей, которые получают ранения и погибают в дорожно-транспортных происшествиях, в нашей республике открывается Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В данный центр будет передана лаборатория безопасности, то есть транспортные средства, которые будут оборудованы техническими средствами, позволяющими обучать детей разного возраста основам права дорожного движения. Данный мобильный комплекс Центра по профилактике дорожно-транспортного травматизма лаборатория безопасности регулярно будет выезжать в образовательные учреждения всех районов республики. Уже подобные учреждения открыты в ряде регионов России и функционируют. Занятия, проводимые с профессиональными педагогами, дадут возможность быть готовыми к участию в интенсивно развивающейся транспортной среде региона. Для нашей республики это большой плюс, большая возможность использовать тот ресурс, который передается в нам республику, для того, чтобы обезопасить наших детей и сделать наши дороги еще более безопасными для них. Направленность будет на детей дошкольного возраста, то есть в садиках, которые обучаются, и школьники, то есть те, которые еще поддаются обучению, так сказать, до того момента, как они уже перейдут во взрослую жизнь, они будут сами управлять транспортными средствами и самостоятельно жить. Знание основы безопасности жизни, Центр по профилактике дорожно-транспортного травматизма откроется в октябре текущего года. Алихан Липшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Полиция на стороне света. В Усть-Джигуте инспекторы ОГИБДД районного отдела внутренних дел объявили охоту на любителей сумрака. Дополнительные профилактические мероприятия с говорящим кодовым названием «туннель» нацелено вывести всех, кто управляет автотранспортом из тени тонировки. Ахмад Халкевич продолжит тему. Снижение светопропускаемости передних стекол автотранспорта относится к категории грубых нарушений правил безопасности дорожного движения. И, как заверяют полицейские, к данной группе нарушителей с их стороны никакого снисхождения быть не может. По требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств светопропускаемость должна составлять не менее 75%. А степень затонированности полицейские определяют с помощью специальных устройств. На вопрос, насколько сильно влияет тонировка на уровень безопасности, полицейские дают весьма категоричный ответ. Затемнение передних стекол, конечно, влияет на аварийность. Основное его влияние происходит ночью, в ночное время, и особенно если идет дождь при влажной погоде. Сразу в разы уменьшается видимость для водителя. Тем самым водитель уже как бы обзор ухудшается и может не предвидеть ситуацию. За первое нарушение полицейские выписывают штраф в 500 рублей и требования на устранение несоответствия в течение суток. А вот если любитель сумрака попадается во второй раз, то ему помимо того, что возрастает сумма штрафа, может грозить и заключение со сроком до полумесяца. Если водитель не устранил данное нарушение и останавливается инспектором второй раз, то данный гражданин привлекается по статье 19.3, часть 1, которому грозит административный арест до 15 суток или штраф. И вне рейдовых мероприятий инспекторы выявляют любителей оставаться в тени тонированных стекол. С начала года на территории Учевутинского района составлено свыше четырех десятка административных протоколов, а двоим нарушителям по решению суда дали 15 суток, чтобы они могли подумать над своим поведением. Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Учдегута. В Карачаево-Черкесии стартовал второй фестиваль мировых рекордов. В этом году он приурочен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В республиканской столице установлен мировой рекорд по количеству жареных карачаевских хачинов. Традиционно данный фестиваль организовал известный рекордсмен Силач, представитель Книги рекордов России по СКФО Марат Узденов. О том, какие рекорды уже удалось установить и сколько хачинов пожарил рекордсмен, расскажет Алихан Лепшоков. Сочный, хрустящий, а самое главное бесподобный вкус. Вот уже с 9 утра этот стол наполняется хачинами. А уже к вечеру здесь будет установлен новый мировой рекорд. Хачины – одно из знаковых блюд карачаевской кухни. Хорошо обжаренная корочка в Казани буквально приковывает взгляд. Сегодня молодому кулинару Азамату Джамбаеву предстоит испечь целую гору карачаевских хачинов с начинкой из картошки и сыра. Организатор, известный рекордсмен, представитель Книги рекордов России в СКФО Марат Узденов отмечает, что основная цель – это не просто установить мировой рекорд, а совершить благое дело, передав все приготовленные хачины нуждающимся семьям и социальным учреждениям. Сегодня будет новый мировой рекорд установлен по приготовлению хачинов именно карачаевских по нашим традициям, обычаям. И хотим до вечера успеть пожарить около двух тысяч хачинов. Это будет новый мировой рекорд. Это не последний этап, я надеюсь, еще у нас будут этапы. Изначально идея и цель была такая, чтобы накормить побольше людей, побольше нуждающихся людей, чтобы сделать благое дело. Больше, чем рекорд, в моем случае и благое дело, а в случае будущего рекордсмена – рекорд. Молодой кулинарный блогер Азамат Джамбаев еще с раннего возраста интересовался готовкой национальных блюд. На своей странице в Инстаграме он делится рецептами карачаевской кухни. Сам же Азамат уверен, что к вечеру ему удастся установить новый мировой рекорд. Ну, в первую очередь, меня заинтересовала эта работа тем, что это будет частью благотворительности. Это является благотворительностью. Именно в карачаевских хачинах вкус, он не такой, как в остальных пирогах и так далее. В любом случае, благодаря этим хачинам народ выживал в трудные времена. И вообще, это, я считаю, лучшее блюдо вообще в мире. Также накануне был установлен другой мировой рекорд – 136 килограммов, 100 граммов. Именно столько получился бышлаг-бещерген. Блюдо карачаевской кухни состоит из картофеля и сыра. И в переводе означает «вареный сыр». Собравшиеся спешили его попробовать, так как аппетитный вид в виде тянущегося сыра. А это означает, что он получился как надо. Никого не оставил равнодушным. Рецепт бышлаг-бещергена достаточно прост, но, к сожалению, стал забываться, отмечает Мурат Узденов. И потому он решил и установить рекорд по приготовлению именно этого блюда. Сегодня мы установили рекорд по приготовлению бышлаг-бещергена. Он состоялся. Вес нашего бышлаг-бещергена составил 136 килограммов, 100 граммов. Сейчас все желающие здесь в округе, кто будет проезжать, все попробуют, всем достанется. Оставшийся бышлаг-бещерген, я думаю, мы применим там, где он необходим больше всего. Часть блюда организатора мероприятия отправили в ковид-госпиталь при городской больнице Черкеска, часть благотворительное кафе «Очаг добра» и другие социальные учреждения. Было отмечено, что после завершения всех этапов фестиваля 12 августа все рекордсмены будут отмечены сертификатами Книги рекордов России. Алихан Эпшоков, Руслан Харченко, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе «События недели». Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин